Информация, которая до меня доходит, свидетельствует о том, что должная работа по обеспечению сохранности и укомплектованности машино-тракторного парка до сих пор не налажена. Если бы эту сельхозтехнику, тракторы, автомобили, прицепную технику и прочую покупали коллективное предприятие и прочее, занятые в сельском хозяйстве за свой кровный рубль, пожалуйста, можете меня критиковать, даже говорить о том, что это не мое дело и нечего в это вмешиваться. Но когда сельскохозяйственные предприятия, все форм собственности идут с протянутой рукой в бюджет, просят субсидии, дотации, кредиты, притом кредиты льготные, и за счет этого приобретают сельскохозяйственную технику и проводят прочие мероприятия в сельском хозяйстве, тогда будьте добри достать и положить на стол свою активность по сохранности этой техники. Еще раз подчеркиваю, будете осуществлять эти мероприятия за свой счет, мы забудем, что вы есть. Но пока вы одной ногой здесь, другой на земле, на почве, ответственность будет самая серьезная. Я поручал до 15 апреля разобраться с фактами бесхозяйственности, самым жестким образом, плод до возбуждения уголовных дел. Как выполнены мои поручения? Я хочу, чтобы не забывали, что порядок на Мехдворе – это показатель железной дисциплины, соблюдения технологии, безопасности работников. А в целом это важнейший элемент экономики села. Если техника гробится в течение двух лет, которая должна эксплуатироваться 20 лет, то можете представить, сколько нужно денег для ее обновления и замены. И это есть себестоимость затраты при производстве сельскохозяйственной продукции. Не лучшим образом складывается противопожарная ситуация в стране. Только с начала года произошло более 160 пожаров в организациях республики. Я уже не говорю про жилой фонд, где количество пожаров приближается к отметке 1600. Еще раз повторяю, не дай Бог нам получить что-то близкое к Кемерово. Мое требование, вы знаете, повторю еще раз, проверить все объекты и устранить все имеющиеся нарушения. Притом жесточайшим образом. Хочу услышать ответы на эти вопросы. Во-первых, какова сегодня реальная противопожарная обстановка в стране, в том числе в сельском хозяйстве? Жду четкого ответа министра по чрезвычайным ситуациям. Во-вторых, как обстоят дела с охранностью и подготовкой сельхозтехники, с ответственностью должностных лиц за выявленные факты бесхозяйственности, министр внутренних дел доложит. В-третьих, какие меры приняты правительством по обозначенным направлениям.